Всем привет! Продолжая обзор пляжей Пароса, скажу несколько слов о пляжах в местечке Алипи. Больше всего нам здесь запомнилась вот эта неожиданная встреча. Это был настоящий сюрприз. Мы, конечно, не ожидали увидеть здесь нашу родную ладушку. За четыре с половиной дня на Паросе мы побывали на многих пляжах. Какие-то из них отлично обустроены, с развитой инфраструктурой, с барами, тавернами, даже пенными вечеринками, как, например, Пунда Бич. Другие – совершенно дикие, где абсолютно негде спрятаться от солнца, поскольку нужно знать, что изобилием деревьев, к сожалению, пляжи Пароса не могут похвастаться. Но фактически все они подходят для купания с детьми, благодаря своим удобным пологим заходам в воду и отсутствием валунов. Этот пляж Валики называется Агиос Николаус. Мы приехали сюда после прогулки по столице и, в общем-то, не планировали задерживаться надолго, поскольку хотели еще посетить пляж Парагас. Вода здесь, как и на всех пляжах острова, идеально прозрачная. Но есть, к сожалению, такая вот зона при входе, где немного встречаются камушки. Эта часть пляжа, как вы заметили, больше подходит для отдыха дикарян. Я немного прошлась вдоль берега до этого вот миниатюрного маяка, а дальше решила просто воспользоваться зумом. Если честно, как-то особо не возникло желание совершить открытие благоустроенной части пляжа. Да и очень уж хотелось поскорее добраться до Парагас-Бич, который находится в нескольких километрах южнее Алики, в немного уединенной, но полностью обустроенной романтичной бухте. Ну а здесь, в центре местечка Алики, вы видите, что есть шезлонги с зонтами. И вдоль небольшой набережной расположены несколько таверн. А сейчас, внимание, рекламная пауза! Итак, друзья, всем, кому интересно, как выглядят остальные пляжи острова, ниже под этим видео я оставлю ссылки на свои ролики по обзору других пляжей. А вот обратите внимание, за этим краном туда дальше, с другой стороны мыса, находится еще один пляж Алики. Это общественный пляж, и там имеются деревья, которые могут порадовать вас приятным теньком.